Сегодня я расскажу про 5 функций Lightroom, мимо которых вы проходите каждый раз, когда занимаетесь обработкой и не всегда замечаете, что под рукой у вас есть такие интересные и полезные инструменты. Например, как... Прежде чем мы начнем, маленькое объявление. Если вы впервые на моем канале, не забудьте заглянуть на сайт, где вас ждет подарок, набор travel пресетов Desire. Кроме YouTube все видео размещаются на альтернативных площадках. Рутуб, ВК-видео, Дзен. В группе ВК мы делимся своими снимками, в чате телеграм-канала делимся своим мнением, новостями, помогаем в установке программ и приложений, просто общаемся на различные темы. Все необходимые ссылки в описании и переходим к теме видео. 5 фишек Lightroom, которые ты мог не заметить. Поехали! Удаление со снимка пятен матрицы. Пятнышки, которые могут быть на матрице, остаются видны и на снимке. Особенно они заметны на светлом, необлачном небе. Но когда вам необходимо их вычислить для удаления, вы увеличиваете снимок на 100-200%, двигаете кадр туда-сюда, чтобы визуально найти это пятно и затем его удалить. Это трудно, кропотливо и вдобавок еще, конечно же, вы можете что-то не заметить и фактически это будет техническим браком. В Lightroom и Camera Raw есть инструмент, который серьезно нам помогает в вычислении таких пятен. Переходим в инструмент «Удалить». Выбираем здесь инструмент «Восстановление» в виде заплатки. Нажимаем галочку на строчке «Отобразить области». Ползунком подбираем такое значение, при котором проявятся пятна матрицы. И этот инструмент выявляет больше пятен, чем мы видим своим глазом. Здесь же, настроив размер кисти, пятна можно удалить. Нажимаем на пятно, далее «Enter». Нажимаем на пятно, «Enter». Для пятна, который находится возле какого-то объекта и функция восстановления может зацепить в том числе и объект, необходимо сделать увеличение и проделать более ювелирную работу. Место, которое Lightroom копирует, чтобы вставить его в то место, где стоит пятно, можно отрегулировать вручную. Таким образом, также можно определять и удалять мусор и ненужные мелкие детали. Один и тот же кадр вы можете обрабатывать в разных стилях для различных целей. Все ваши итерации сохраняются в истории. И когда появляется необходимость вернуться к какому-то определенному шагу обработки, вы наверняка идете в историю и ищете там те самые рэперные точки, на которых вы фиксировали один из вариантов обработки. Тратить время на поиски нужного момента в истории больше никогда не придется, если вы воспользуетесь функцией снимок экрана. Фактически это локальный пресет, применяемый к одному конкретному изображению, который фиксируется по времени на момент создания этого пресета. Например, вы обработали снимок в вариациях. Низкий ключ, высокий ключ и черно-белый вариант. Нажимаете на плюс каждый раз, когда вы хотите заморозить вариант обработки. Нажатием на минус вы удаляете ненужную запись. И теперь под рукой у вас всегда будут варианты обработки вашего кадра. Вам останется просто лишь сделать экспорт необходимых вам вариантов ретуши снимка. И данная функция работает только в конкретном одном снимке. Применить на другой снимок такой пресет невозможно. Виртуальная копия. Работая в Lightroom, нам часто требуется обратиться к оригиналу. Для того, чтобы сделать сравнение или обработать два, три или более вариантов одного снимка. Иметь все варианты под рукой, чтобы сравнить их между собой онлайн. И выбрать наиболее удачную обработку. Это сделать легко, если вы воспользуетесь возможностью создания виртуальной копии. Кликните правой кнопкой мыши на снимок и в выпадающем окне кликните создать виртуальную копию. Таких копий вы можете создать несколько десятков. Я даже не считал возможности программы. Это не утяжелит ваш каталог и не создаст нагрузку на железо ПК, но сделает при этом процесс обработки более интересным, творческим и позволит использовать вариативность обработки для выбора наиболее подходящего и удачного результата. В зависимости, конечно же, от цели. Виньетка при помощи радиального градиента. Штатный вариант виньетки не такой гибкий и настраиваемый, как хотелось бы. Я чаще использую градиенты, причем как линейные, так и радиальные. Многие из вас делают так же. Создают радиальный градиент, потом подгоняют его по высоте и ширине снимка, а вот тут стоп. Переходим в маски, выбираем радиальный градиент, ставим курсор мышки в любое место кадра. Точность здесь не важна. Зажимаем кнопку Ctrl в Windows или кнопку Command на Mac. Затем кликаем дважды левой кнопкой мыши и радиальный градиент автоматически ставится по краям кадра. Следующим шагом вы нажимаете на галочку «Инвертировать». Ну и далее осуществляете необходимую регулировку для создания эффекта виньетирования путем выставления необходимой области градиента, это внутренний радиус, и ползунками экспо и другими, которые содержатся в подменю «Тон». Создание негативного изображения. Если вам для вашего творческого замысла необходимо создать негатив вашего снимка, вы легко сможете инвертировать изображение в кривой RGB. Для этого активируйте точечную кривую и левую нижнюю точку кривой перетащите в самый верх, а правую верхнюю точку передвиньте вниз. Ну а если вы являетесь поклонником художника Энди Орхола, то проделав то же самое в цветных каналах, вы сможете добиться эффекта пастеризации и поэкспериментировать с различными цветовыми решениями. Последнее действие в синем канале вернет ваш снимок в исходное положение. Все линии кривой RGB при этом будут выставлены на противоположных зеркальных значениях. Ну вот такие интересные трюки есть в Lightroom, их достаточно много, чтобы и дальше записывать подобные видео и знакомить вас с простыми, но полезными фишками. На этом сегодня все и данное видео это еще одна монетка в копилку ваших знаний. А с вами как всегда был Сержио, за лайк и комментарий огромное спасибо. Подпишись, чтобы получать уведомления о новых видео по съемке и обработке фотографий. Желаю вам новых творческих высот и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok